Информационный марафон Freedom продолжается. Каролина Король, Денис Пахилов в студии. Далее будем говорить о том, что происходит на украинских фронтах. Будем обговаривать ту карту, которая есть, которую предоставляет Американский институт изучения войны. Мы начнем с Харьковского направления. По данным Генерального штаба Вооруженной силы Украины, еще раз напоминаю, вот голубым цветом отмечена территория, которая была освобождена Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления. С Харьковского направления мы начинаем. Там российская армия ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливала Вооруженные силы Российской Федерации из артиллерии района населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Парамога, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Миловая, Портопоповка, Питомник, Прудянка и Нарцовка. Это все города, села, населенные пункты, которые находятся непосредственно вблизи самого Харькова. На которые сейчас продолжаются, продолжают лететь российские ракеты. Напоминаю, что Вооруженные силы Российской Федерации, по словам Алексея Арестовича, советника главы Офиса Президента Украины, они не оставили надежд оккупировать город, оккупировать главный город области, и поэтому продолжают наносить по нему ужасные, просто ужасающие удары, убивать мирных украинских граждан. Есть информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что прошел штурм российской армии недалеко от Прудянки, там Вооруженные силы Украины успешно отбили это наступление, также противник нанес авиаудар недалеко от Маспанова Игрокова. Славянск. Давайте перейдем к этому городу. Донецкая область – один из населенных пунктов, которые являются стратегически важными, как для Вооруженных сил Украины, просто потому что это украинский город, его нужно защищать как минимум. Для Вооруженных сил Российской Федерации этот город стратегичный, потому что захватив его, оккупировав, будет возможность оккупировать всю остальную часть Донецкой области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины говорят о том, что на славянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации в том числе обороняются, давайте так, обстреляли из танков, минометов, ствольной реактивной артиллерии района населенных пунктов Деброва, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно, говорят в Генштабе Вооруженных сил Украины, безуспешно российская армия пыталась вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Там получили россияне отпор, отошли, враг применяет сейчас комплексы РЭП, это радиоэлектронная борьба для того, чтобы наши украинские беспилотники имели проблемы, скажем так, с полетами непосредственно над зоной боевых действий, непосредственно над командными пунктами, над точками вооруженных сил Российской Федерации. Как не единожды мы уже говорили, в наших эфирах беспилотники довольно эффективно себя проявляют в войне, которую начала Российская Федерация. Донецкое направление. Давайте там посмотрим. На Донецком направлении, говорят в Генштабе ВСУ, основные усилия российских войск сосредоточили на закреплении на позициях нескольких. Ну, тут, в принципе, не только Донецкое направление, еще Луганское. Верхнекаменка и Лисичанск. Это два тоже населенных пункта, которые являются стратегически важными для Российской Федерации и для Вооруженных сил Украины. Знаем мы, что ситуация трудная в Лисичанске. Уже говорили мы о словах Сергея Гайдая, главой Луганской областной военно-гражданской администрации. Он говорил, что Вооруженные силы Украины возле Лисичанска уничтожали технику, целую колонну российской техники. Но, по словам Сергея Владимировича, город горит. Россияне закрепляются в районе Лисичанска. Сейчас буквально в соцсетях появляются уже видео. Они подтвержденные, не идентифицированные. Соответственно, мы их давать в эфир не будем показывать. Вам мы не знаем, что это за конкретный район Лисичанска. Вообще Лисичанск ли это? То, что сейчас, скажем так, появляется в социальных сетях. Бахмутское направление. Российская армия совершила обстрелы неподалеку от Новолуганского. Майского. Нанесли также авиаудар вблизи Покровского. Там российская армия пытается вести наступление. В районе населенного пункта спирные боевые действия продолжаются. Давайте сейчас посмотрим также... Это Донецкая область, да, в том числе. Посмотрим сейчас, что происходит на Херсонском направлении. Перед тем, как закончить, собственно, нашу традиционную рубрику «Карта войны». Вот видите, вот подобная ситуация. Еще раз напоминаю, голубым цветом отмечена территория, которая была освобождена вооруженными силами Украины, Херсонщина, освобождается постепенно. Давайте сейчас еще покажем Мелитополь. Напомню нашим зрителям, что законный мэр этого города, господин Федоров, в своих социальных сетях заявил о том, был удар по командным пунктам вооруженных сил Российской Федерации. Об этом он заявил у себя в видеообращении традиционном. Сказал, что вооруженные силы Украины вывели в строе одну из четырех военных баз российской армии во временно оккупированном Мелитополе. По словам Ивана Федорова, еще раз напоминаю, это городской глава Мелитополя, тот, который законно выбран, а не тот, который был назначен оккупационной властью, вооруженные силы Украины нанесли по военной базе российских войск более 30 ударов. Мы не знаем, сколько там погибших представителей вооруженных сил Российской Федерации, но тем не менее. И сейчас немного нестандартно для нашей рубрики «Карта войны». Мы посмотрим, что происходит у нас на Волынском и Полесском направлениях. Почему мы сейчас говорим об этих направлениях? Это Запад Украины, для наших зрителей, скажу, из Российской Федерации. На Западе Украины есть большая опасность того, что представители вооруженных сил Беларуси начнут провокационные действия в отношении вооруженных сил Украины. В Генштабе говорят, что не видят признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил как России, так и Беларуси. По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделения Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Ну, мы также, такая ситуация сейчас на фронтах, на фронтах и, ну, на Западе Украины, естественно, нет фронта, как говорят эксперты пока что, об этом и не только будем говорить с нашим гостем. Иван Варченко уже присоединяется к нашему эфиру, эксперт по безопасности. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Иван, ну вот рубрику «Карта войны» закончил мой коллега именно на Волынском направлении. Пожалуй, давайте с конца, собственно, и начнем. Какая там сейчас ситуация по безопасности и какие угрозы на сегодня там есть? Вооруженные силы Украины, пользуясь классическим абсолютно принципом, если угроза существует, хотя бы минимальная угроза есть, то мы должны быть готовыми к тому, чтобы ее предотвратить, если мы можем предотвратить, или эту угрозу остановить в случае, если Беларусь все-таки решится на самые безумные шаги. А мы понимаем, что мы имеем дело с противником, с врагом. И я здесь имею в виду в том числе Беларусь, которая, Лукашенковскую Беларусь, которая дает территорию для атак на Украину, использует ее как базу, дает как базу свою страну для того, чтобы атаковать Украину. И, конечно, поставляет российской армии вооружение. Постсоветское, советское вооружение, но оно дает, Беларусь дает ее сейчас российской армии. Поэтому мы понимаем, что с этой территории, которая обозначила себя как вражеское государство, может быть атака на Украину. И, конечно же, мы готовы к этой атаке, но понимаем, опять же, какие могут быть угрозы. То, что атака может быть, это да, но мы также, анализируя ситуацию в Беларуси, понимаем, что ее вероятность, возможно, и высока, но ее результативность близится к нулю в силу разных факторов. Первый фактор – это армия. Опять же, белорусская армия, которая не готова воевать в Украине, понимая, что более 2-3 белорусов или позитивно, или нейтрально, но скорее в сторону позитивного, относятся к Украине и украинцам. И это совершенно противоположная ситуация той, которая есть в России. Мы понимаем также, что эта армия небольшая, и в ней всего около от 3,5 до 5 тысяч профессионалов. То есть тех, которые пришли на, в принципе, профессиональные армии. Профессионалы, возможно, могут быть задействованы даже переодетые в российскую военную форму, если не хотят идентифицироваться как белорусские военные части в силу разных причин. Это только об армии. Эти 3-5 тысяч не сделают погоды в Украине, и эти армейцы, опять же, очень хорошо на протяжении 130 дней насмотрелись видео с территории Украины, как украинцы встречают непрошенных гостей, показали им их братьев-россиян, которые были поджарены в своих танках, в своих БТРах, в самолетах. И, конечно, энтузиазма у них немного. Еще меньше энтузиазма в белорусского общества, и любой шаг в сторону, любой вражеский шаг, открытый, реальный шаг со стороны лукашенковского режима в сторону Украины, он, скорее всего, очень быстро ускорит падение лукашенковской власти. Потому что я, смотря на эту социологию, смотря на эти, опять же, общественные мнения в Беларуси, понимаю, что такая работа лукашенковского режима, она ускорит революционные процессы в самой Беларуси, и это очень быстрый шаг к самоубийству Лукашенко и его придворность. Вот действительно, об этом я и хотела задать следующий вопрос, по поводу того, что Лукашенко самому не очень-то и выгодно, скажем, вооружать армию и направлять ее в сторону Украины, потому что известно, что в Беларуси развито и партизанское движение, которое, конечно же, против войны с Украиной. Так вот, мы больше опасаемся того, что Лукашенко решится, или все-таки наступление российской армии, но со стороны Беларуси? Какая вероятность выше? Наступление российской армии со стороны Беларуси мы уже видели. Мы уже видели тысячи российских военных, для которых была дана зеленая улица, опять же, с южных частей Беларуси, Беларуси, и этот опыт уже есть. И этот опыт уже стал, в какой-то мере, предохранителем для того, чтобы следующее поколение военных или следующие волны военных задумались бы очень хорошо над тем, идти или не идти. Ну и мы видим, опять же, ситуацию с белорусскими военными, которые отказываются идти в Украину. Вот мы видели открытые письма от целых бригад белорусских. Мы понимаем, что это вполне может захлестнуть все общество. Поэтому я очень бы разделял желания и страхи Лукашенко, который тоже будет маневрировать. Он будет до последнего времени маневрировать. Он, в конце концов, искушенный политик в политических маневрах. И он понимает, что да, от Путина он зависим на 99%, но последний процент, который сохраняет реально физическую жизнь ему, потому что сами белорусы его уничтожат, и уничтожат не политически, не во время выборов, ощутив то, что их сыновья могут быть брошены в топку украинско-российской войны, организованные россиянами. Я думаю, белорусы очень быстро покончат с режимом Лукашенко. И я не исключаю, что тогда белорусская армия, у которой будет очень хороший, правильный мотив защитить и освободить свою землю от российских оккупантов, которые уже на протяжении долгих лет существования так называемого единого белорусско-российского государства, союзного государства так называемого, они перебывают в оккупации. И поэтому белорусская армия вполне возможно повернет свое оружие против Путина и путинского режима. Если говорить о ситуации на фронтах, Иван, мы не будем сейчас говорить неподтвержденную информацию из Лисичанска. Такой информации огромнейшее количество. Я напомню нашим зрителям, мы пользуемся исключительно официальной информацией. Когда генеральный штаб вооруженных сил Украины скажет конкретику по Лисичанску, либо же Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации, и тогда ее услышат наши зрители в эфире, вооруженные силы Украины постепенно отходят с некоторых позиций, давайте так, если говорить о Донбассе, например, оставляя их, чтобы не попасть в окружение, чтобы не потерять огромное количество своих побратимов, еще и техники в том числе. Но давайте так, в генштабе думают больше о людях, чем о технике. На самом деле это и отличает вооруженные силы Российской Федерации от вооруженных сил Украины. Насколько будет тяжело освобождать те позиции, которые будут оставлены вооруженными силами Украины. У нас есть кейс Херсонской области, да, где постепенно проходит освобождение территории, но Донбасс, он укреплялся, ну, в том числе не подконтрольной территорией Донбасса, она укреплялась российскими оккупационными войсками на протяжении 8 лет. Это довольно долгий период для того, чтобы построить, ну, как минимум, хотя бы минимальное защитное сооружение. Да, мы понимаем, что украинская армия имеет возможности к маневренной обороне. Более того, мы более маневренны будем и в атакующих действиях. Я уверен, что уже в ближайшее время, этим летом, мы уже будем направление называть не Лисичанское направление, не Пахмутское направление, а Горловское направление, Донецкое направление, Луганское направление. То есть мы перейдем к атакующим действиям. И что нам нужно, и что сейчас сдерживает украинскую армию от атакующих действий? Конечно, то, о чем вы говорите. Человечность. Прежде всего, человечность. Конечно, маневренная оборона, она прежде всего предусматривает то, что мы стараемся уменьшить потоки крови, которые хотят, опять же, видеть россиян, уничтожая украинские войска. И мы бережем свои силы, мы бережем людей. И, конечно, и поэтому мы в скорости передвижения, и эта скорость передвижения, в том числе и в атакующих маневрах, в том числе и в маневрах по линии фронта, она позволяет нам, опять же, повысить выживаемость в украинской армии. Этого нет в российской армии, потому что она действует по другим принципам. Им не важно беречь людей. Они действуют из давних принципов, культивированных еще от маршалов Жуковых и других советских генералов и военачальников. Бабы еще нарожают победа любой ценой, и мы за ценой не постоим. Они не стоят за ценой, они готовы ложить десятки тысяч своих военных возле небольших, по меркам даже России, небольших городов. Мы понимаем, что если в таких темпах, в которых движется Россия, с середины марта по украинской территории, только для того, чтобы им, если даже предусмотреть, что такие вот предположить, что такие темпы теоретически могут быть, то в таких темпах они бы до Днепра дошли где-то лет за 30-40. Если у России этих 30-40 лет, нет. Если у Украины этих 30-40 лет, конечно, есть и, конечно, будут. Потому что здесь мы будем говорить с вами и о экономической роли санкций, и о психологическом и моральном духе российской армии, и не только российской армии, а и российского общества. Мы понимаем, что этот колосс на глиняных ногах упадет. И самое главное, о чем мы будем говорить, это о наших силах. И наши силы с каждым днем становятся все современнее. Мы получаем не только современные средства уничтожения врага, мы получаем даже классическую вроде, вот как сейчас было продемонстрировано на донецком направлении, да, очень классическая 155-миллиметровая немецкая гаубица, панцерхаубица, да, и это оснащенная снарядом, снарядом 155-миллиметровым, вроде бы классическим, но самонаводящимся, способным на большом глубине, на большом расстоянии, более 35 километров, точно уничтожать российскую технику. И мы понимаем, что если этого вооружения у нас будет достаточно, то у нас не останется ни одной причины, почему украинская армия не перейдет в атаку и не выбьет русскую армию со всех украинских населенных пунктов. Здесь только в этом. Средства вооружения, достаточность этих средств, вот именно и стоит вопрос. А оборона, сила, мощность этой обороны российской, она на самом деле не в бетоне, она прежде всего в головах россиян. У них не появится. И ни через день, ни через неделю, ни через месяц, и через год не появится другого, любого аргумента, почему они находятся в украинской земле. Зачем? Это 100%, да. Мы приехали на учения, ну, то есть эти месседжи мы слышали, да, мы приехали там освобождать Донбасс от националистов, фашистов. Этот весь бред пропагандистский, который, к сожалению, вбит в головы представителям вооружённых сил у Российской Федерации он есть. Хотя, кстати, для правды, давайте скажем, что есть ещё Легион Свобода России, который борется на стороне вооружённых сил Украины. И среди них тоже есть бывшие представители российской армии, которые перешли на сторону Украины после 24 февраля 2022 года, что уже, как мне кажется, нонсенс, но на самом деле это звучит интересно. Иван, хочется сосредоточиться на планах, собственно, Российской Федерации. Давайте себе представим один из наихудших вариантов для Украины. Естественно, российская армия полностью оккупирует Луганскую область, и потом российская армия полностью оккупировала Донецкую область. Что дальше? Вот у нас буквально минутка, что дальше в планах тогда России? Мы не можем влезть в голову Герасимова, либо там Путина и его приспешников. Но тем не менее, ну, окей, вышли они на границы Донбасса. Что дальше? Не важно, что в планах России, важно, что в планах Украины здесь в данном случае. Поэтому, конечно, в планах России, в интересах России было создать здесь Новороссию и вообще уничтожить Украину. Потом эти планы сместились в сторону от того, что давайте возьмем Луганскую область. Но мы понимаем, что российская армия это тоже мясо, и российская техника это тоже железо. Поэтому здесь шансов у них, даже если они будут продвигаться, то шансы на продвижение у них, опять же, с каждым днем они будут все более и более буксовать в украинской земле. Потому что ни новой техники, ни нового энтузиазма у людей у них не появится. Они очень боятся сейчас даже говорить о том, что они могут мобилизировать россиян в эту украинскую войну. Они боятся об этом говорить, понимая, что это может родить необратимые процессы в российском обществе. Поэтому шанс для России только в лучшем случае возвратиться к границам Украины 2013 года. В лучшем случае выплачивать многие десятилетия украинцам репарации. В лучшем случае избавиться только от Газпрома, от российского и от Роснефти для этих репараций. В худшем случае это поколениями расплачиваться за украинскую войну, за глупость собственную, за глупость собственных отцов. И, собственно, дети будут оплачивать эту глупость России как нацистского государства. И я думаю, это будет пример для всего остального мира. так, как стал нацизм примером для остального мира на долгие 70 лет после Второй мировой войны. Вот Россия сейчас становится таким примером для следующих поколений, которые будут жить в мире. Иван, в конце еще тогда, еще один последний вопрос у нас вот. Остается, правда, минута. В Белгороде были взрывы. Да? Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Он сказал, что в результате громких звуков, как это называют там, хлопков, повреждены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных, несколько из них были разрушены. По словам Гладкова, три человека погибли, четыре ранены. Он написал, что в городе предположительно сработала система ПВО, больше подробностей нет, фотографии начали появляться в социальных сетях, якобы с ПЗРК Панцирь С1, из ЗРК Панцирь С1. Неизвестно. Мы не можем идентифицировать эту информацию. Для наших зрителей из Российской Федерации можете объяснить, а что произошло? Что это за такой удар был? Что, как в смысле, 11 домов повреждены, 39 частных домов? Минута. Нет, не могу объяснить для жителей Российской Федерации, потому что жители Российской Федерации живут в своем мире, в мире обмана, в мире пропаганды, и они готовы слушать только один источник информации. Поэтому я объясню в очередной раз жителям Российской Федерации о том, что вас обманывают. И на самом деле Россия всегда была провокатором, обманщиком. И вы об этом узнаете, только вот такой среднестатистический житель Российской Федерации узнает немножко позже и будет очень и очень удивлен, и будет очень каяться относительно и России, и ее политики. На самом деле мы понимаем, что украинская армия не ведет войну с мирными жителями. Украинской армии достаточно уже высокоточной артиллерии и оружия для того, чтобы если и уничтожать аэродромы, склады боеприпасов, возможно, даже на территории России, то делать это очень точно, делать это, как в Украине говорят, бездоганно, бездоганно точно, так? То есть без с точностью до сантиметра. Но у нас еще очень много работы в Украине. Здесь сконцентрированы большие силы, поэтому и артиллерия, и авиация украинская, и все другие средства пока что работают для того, чтобы переработать всю ту кучу мяса российского и металла, которые у нас есть в украинском земле. Да, возможно, позже, возможно, потом нам нужно будет очень серьезно работать над российской территорией для того, чтобы не только возвратить к территории Украины и границам довоенным границам, а и для того, чтобы уничтожить имперскую Россию как источник угрозы для цивилизованного мира. Иван, услышали вас, спасибо вам большое за то, что стали частью нашего марафона, всегда рады вас видеть в нашем эфире. Я напомню, что Иван Варченко был с нами на связи, эксперт по вопросам безопасности. Ну и в продолжении этой темы есть материал наших коллег. Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область, за сутки выпустили более чем 30 снарядов. Разрушили три дома в Зеленодольской общине Днепропетровской области. Также и в обоих случаях обошлось без жертв. На поле боя продолжаются ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация на Лисичанском, Бахмутском и Харьковском направлениях. Итак, более детально в материале наших коллег. Самые жесткие бои продолжаются в Лисичанске, Луганской области. Российские оккупанты практически стерли его с лица земли. Однако, по-прежнему город под контролем украинских военных. ВСУ удалось уничтожить в окрестностях населенного пункта колонну российской техники. В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, на сегодняшний день риск полной оккупации региона достаточно велик. А вот взять Донецкую область противнику будет намного сложнее. Ситуация очень сложная. Там реально интенсивность обстрелов сегодня такая, какой в Европе не было после 1944-1945 годов. Относительно Донецкой области у них все будет намного сложнее. Там есть по сути две крепости Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто. На Бахмутском направлении противник пробовал атаковать, но отступил из-за потерь. Аналогичная ситуация и в районе Изюма. Украинские военные дают отпор российским оккупантам. На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золочев, Крестища, Молодова, Коробочкина, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатина и Чепель. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка. Успеха не имел. Противник покинул населенный пункт Ивановку в Херсонской области. Также в регионе украинские военные уничтожили склад с боеприпасами. Удалось ликвидировать склады и в Запорожской области, а в Николаевской уничтожен российский опорный пункт. Тем временем Львовская область готовится к возможному вторжению белорусских войск. Там обустраивают штабы обороны и усиленно готовят бойцов в добровольческих формирований. В офисе президента говорят, Россия подобными слухами пытается посеять панику среди украинцев. Само же наступление маловероятно. Что касается всех этих спекуляций, буквально завтра или послезавтра обязательно начнется наступление. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по прозвищу Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и тут, и там. Однако при этом мы понимаем, что происходит на территории Беларуси. К любым сценариям готовы. И у нас все с оборонительной точки зрения на границе Украина-Беларусь готова к этому. Российские войска обстреляли Доброполе Донецкой области. Повреждены многоэтажные частные дома, ранены мирные жители, в том числе и двое детей. Под ударом снова Николаевская область. Противник выпустил как минимум семь ракет, сообщает в областной военной администрации. Повреждены жилые дома, обошлось без жертв. Мощный взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области. В небо поднялся густой дым, а пострадавших не сообщается. Армия России продолжила Российская армия продолжила бить ракетами по нашим городам. Мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах. Но реализовать такой масштабный проект по всей стране можно, только привлекая международные возможности. По словам Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украине от боевых действий пострадало уже 10 областей. За это время удалось освободить 1027 городов и населенных пунктов. Сотни из них российская армия полностью разрушила. Их фактически нужно строить заново. Александр Белов специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.